прекрасные человеки на красном диване прекрасно диванные разговоры даже москве снег именно в прямом эфире дерутся на саванидзе с шевченко у нас никаких драк и никакого снега мы говорим нашим прекрасным гостям добрый добрый утро добрый утро вот ну что доводим нас костях вы сказали доброе утро я не слышно отлично итак дорогие друзья сегодня у нас в гостях самые главные люди яндекс такси самые главные люди яндекс такси вот и что самое удивительное оба они дима наши с тобой соотечественники и это радует тигран хладовердян генеральный директор компании яндекс такси ему шефса океан директор по международному развитию яндекс такси браво ура ура я теперь понимаю почему яндекс такси потому что на я начинается вот она всегда говорил что в этом есть что-то какой-то определенный давайте начнем а издалека тиграном ушах как вы оказались в этом бизнесе почему яндекс такси и что и что с этим делать даже не скромно должна сделать тиграну тупо голос уже непонятно а вас видят еще меня видят но и все же разных ракурсов оказались мы можем сказать никто случайно 2011 году в яндексе был основан сервис который был запущен москве под названием яндекс такси и достаточно в целом по случайности он оказался в моем департаменте тогда я руководил департаментом в яндексе есть 2011 года он развивался и 2014 году было принято решение что яндекс такси станет отдельным бизнесом отдельной компании как дочкой яндекса и так как изначально это было в некотором смысле под моим покровительством того было принято решение и мне было интересно что я стану генеральным директором компании и примерно в это же время стал вопрос о том кто будет развивать международную часть компании и в некотором смысле тоже по случайности моя история чуть длиннее так мы с тиграном учились в одном университете он физик я математик и тиграну пришла в голову идея это все было в москве выпустить самоучителя армянского языка переиздать переиздать до переиздать еще советское издание такое самое лучшее он долго искал нашел набирал лично и мы нужен был помощник я с удовольствием первое на совместном все началось самоучителя армянского языка сушки да вообще физика математика вот оказалось бы какое отношение к такси оказывается нет у нас в ереване тоже знаете спросите у любого таксиста он либо ядерщик депутат время и расскажу какое отношение математикой конечно конечно же соответственно тематикой имеет отношение ко всему да что происходит в этом мире и так пусть а вы его вот мы же я столько вспомнил недавно путин же был у вас да да я славила девочек чё говорил это было уже вторая встреча про яндекс такси дима ты посмотри вот мы с тобой прожили на двоих восемьдесят восемь лет и ни разу жизни но пока что пока что что с пока что то на что не дождались а впереди еще так и так это было очень интересно на самом деле замените звукаешь подготовка все вот эти бесконечные службы охраны конечно заваренные люки и тогда заваривали руки на самом деле конечно когда участвует подготовки и представляешь что на на каждой встрече которую а эта встреча длилась всего лишь наверно час и в течение недель так и таких дней многих тени месяцев таких недель много месяца и представляю что такое количество людей на каждую встречу работа там люди которые в наверно месяц жили с нами мы вчера они вчера рассказывали что они же многие были недавно и вот там полгорода почистили нужно было интересно маг из своего личного то могу сказать что меня лично и в первую вторую встречу удивило что в отличие от некоторых других политиков здесь он пытается действительно вникнуть в то что ему рассказывают они покинуть головой на камеры и пройти дальше ну имеется то там и по вопросам которые задаются и по тому как чек слушает цену понятно что никто ни от чего не застрахован мало ли по за те 5-7 минут которые идут идет разговор понять действительности что ему рассказывают и я к чему мало ли может не не изберут академик владимир владимирович и подастся он вряд ли почему а что не изберут или что подаст и то и другое и так скажите пожалуйста какими судьбами в армении на меня интересует сейчас вот соответственно спрашиваете грана и мушера и еще хочу о мушера спросить слушать я знаю что в азербайджане тоже запущен до сервис яндекс нету а нету да потому что википедия написано что есть я поэтому удивился что как вам там сотрудничать мне нет а дело в том что мы не знаем почему что написано и в википедии но вы наверное слышали что полгода назад была объявлена сделка о слиянии убера в россии и в снг с яндекс такси и в частности бизнес в азербайджане тоже будет частью объединенной компании я я думаю я думаю что растут ноги а или это это не заметки тем более что мы говорили что википедия зачастую ошибается тоже да да хорошо и так какими судьбами ереване что вас сюда привело мы кроме зуба предков конечно посмотреть офис посмотреть как работает сервис встретиться с госорганами пообщаться на тему законодательства встретиться с водителями вот у нас запланирована встреча с водителями вот еще у нас в армении есть две школы по программированию для детей девятых-одиннадцатых классов и посмотреть давайте сначала поговорим вообще очень много деятельности про законодательство и так значит законопроект говорит новый запретит работать индивидуальным таксистом использовать машины старше шести лет не используя не используя как 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 с этим будете бороться и как быть с этим продолжать жить или не будете ворота знаете сейчас наверное было неправильно в прямом эфире сейчас обсуждать запятые какие-то детали я так понимаю что это некая идея законопроекта мне лично честно не извести него текущий статус насколько он продвинулся и но первое что хочу сказать что во первых в армении сейчас одной из лучших законодательств по такси из всех тех стран где мы работаем и загадать которым мы ознакомлены в целом текущий режим очень благоприятные нам кажется правильный для развития индустрии и наверное это один из лучших рынков вот это текущий некий статус речь идет мы слышали что вот есть проблема которую вы упоминаете что хотят не разрешить доступа водители старше автомобили старше стилет также как нам кажется там есть большая другая краеугольная проблема это доступ частных водителей физических лиц этому рынку и здесь мы видим как потенциально большой урон и индустрии в целом и проблемы социального характера сегодня наверное ну десятки тысяч семей в армении в разной степени но содержится кормится за счет такси за счет зависит от зависит это в разной степени но зависит вас кстати не удивило вот такое количество такси на улицах нашего города огромное количество сервисов у нас сколько мы тут раз поочитывали несколько сот ну в действительности в армении такси популярно но открою секрет что ереван не единственная армения единственная страна где токсинозор популярно много где много еще городов и в россии тоже где есть такой показатель как количество поездок на душу населения и целом то лидирует но сложно его на это точно сложно посчитать и на я думаю что ереван точно входит но в 10 из всех наших 300 городов наверно десятку первую десятку городов но по порядку от имеется дуба по приблизительным данным есть города только уже со сравнительными показать номер 1 город где тоже очень большое количество поездок население примерно тоже миллион привет и перми да вот но до 10 на северево не очень популярно такси и нам кажется это очень важным социальным вопросом и целом индустрия развивается сейчас правильном направлении развиваются сервисы такие как яндекс такси джи джи ю такси то есть индустрия становится более цифровой тигран я это правильное направление и здесь мы ожидаем больше поддержки от государства отлично вы один из тех редких бизнесменов которые не стали сразу выливать потоки грязи людей которые занимаются законотворчеством и так далее вы готовы предложить какие-нибудь альтернативы или обсуждать с теми людьми которые будут принимать законы те или иные какие-то свои видения решения этой проблемы даже быть уже во первых это уже происходит мы общаемся и с правительством и с мэрии города еревана и у нас есть конкретное предложение я в двух словах могу объяснить много адекватных людей на мы там да конечно люди профессионалы которые разбирают своем деле и конечно же это происходит везде во всем мире и во всех правительствах и в местах где занимая законодательством люди требуется взаимодействие с бизнесом потому что есть некие детали которые они могут узнать только от реального бизнеса и здесь мне кажется наша обязанность помогать поэтому они мне кажется государства в армении готовы принимать эту помощь нуждается этой помощи и мы чувствуем свою обязанность здесь помочь если вкратце про наше предложение ну давайте сейчас верхний уровень вы расскажу как устроена сейчас сейчас вот обычный водитель должен заплатить 12 тысяч драм в месяц и и стать как бы официальным водителем и в целом он в этот момент освобождается то есть он получает и лицензию и как бы освобождается от всех каких-то дополнительных налоговых выплат то есть все деньги которым получает он может положить свой карман и и дальше это является его выручка его заработком это очень хорошо при этом все равно просите 12 тысяч драмам платят государство государство платит в месяц должен заплатить но при этом по факту конечно очень большое количество водителей это не соблюдает это является барьером и здесь мы предлагаем чтобы такие платформы диспетчерские службы электронная платформа как ю такси джи мы выступили бы ну как бы агрегаторами или агентами посредниками которые могли бы эти деньги за водителя уплачивать но так как единоразовая часто водителю особенно есть такая проблема что из водители которые работают два дня в неделю они просто подрабатывают да это очень на самом деле наши потом чиновники которые там работают там где-нибудь у него вечерами он подрабатывает или там пятницу субботу только разрабатывает когда очень много и в россии или в армении тоже в армении чиновники подрабатывают чиновники имеется то конечно не не выше чиновники но уже государственной службы скажем так и конечно же несправедливо если и этот человек который работает всего лишь два раза неделю и человек который профессионально работает у каждый день платил бы одинаковым поэтому мы предлагаем чтобы электронные площадки и диспетчерские службы платили бы за водителя за каждую поездку ну например это могло быть на 25-30 грамм с каждой поездки что в случае если водители профессиональные тогда может быть даже больше даже больше чем двенадцать тысяч грамм и это могло быть альтернатива тут водитель муж сам выбрать он может купить ну это как-то единовременную лицензию здесь на самом деле очень про это как тарифные планы у мобильных оператора то есть вы можете так можете сяк и это делается в целом для удобства для того чтобы увеличить количество и действительности хорошо было бы наверное со всех водителей которые даже один день работы неделю собрать вот эти нас драмно это очень дорого для государства потому что это большие административные издержки в армении ну наверно больше двадцати тысячи водители водители участвуют в этой индустрии это может быть даже больше и но сложно писать сколько людей надо иметь которые будут следить за этим да это это операционно сложно здесь как бы решается проблема существенного удешевления административе администры администрирована расходов этого налога или госпошлины как бы она там не называлась и она делает становится более справедливой потому что многие водители ну да наверное даже из принципа не хотят заплатить потому что не считают это несправедливым так вот нам кажется это решится вам эти проблемы и водители существенно легализуют вопрос проводили вас конечно мы общаемся с водителями вот такой подход их но боль боль еще нравится конечно здесь как бы очевидно что я думаю конечно найдется какой-нибудь пять процентов один который говорить всегда будут недовольны но конечно это больше это более справедливый подход и здесь водители его приветствует единственная проблема это вот это или есть еще какие-то камни преткновения вы знаете мне кажется что это наверное самая самая важная проблема для государства потому что все это все-таки для каждого государства в мире налог вопрос налогов сбора налогов это наверное вопрос номер один и здесь я бы но я бы советовал этого проблем поставить на первое место мне кажется что вторая проблема проблема целом безопасности и если внимательно посмотреть на то как ведут сейчас бизнесы и наши коллеги это у такси такс онлайн gg такси и мы мы очень большое внимание обращаем на безопасность перевозок на все поездки можно посмотреть как куда двигался водитель как двигался мы очень сильно рекламируем все наши сервисы делают акцент на безналичные платежи а безналичные платежи уменьшают грабежи как-то риски интересно что очень часто считается что номер водитель может нам как-то навредить пассажира но есть и обратная проблема что бывает что пассажир может обокрась водителя на самом деле водитель также рискует очень опасно очень опасно работаю я могу вам привести пример что в нью-йорке некоторые таксисты ночью надевают металлические на шею такие ошейники поэтому здесь надо понимать что это десятки тысяч людей которые рискуют каждый день и здесь нам их безопасность тоже очень важно поэтому развитие электронных цифровых платформ она помогает безопасности телефон студии 560901 если у вас есть вопросы какие-то мистер макурдумов кстати есть сразу сразу резко круто решил позвонить давайте послушаем что интересует народ здравствуйте добрый день добрый да давайте можно заговорить желание давайте вопрос вот такой вот сейчас в ереване в яндексе начинают чистку ну грубо говоря чистку водителей непослушных и хороших водителей хотят убирать и убрать яндекса вот вопрос такой они хотят начать а на стандарт а почему не начать с эконома с плана экономного тарифа если этот человек не как говорится если не должен работать яндекс если у него есть стандарт он автоматически должен выйти и стандарт и эконома я понял вопрос я готова спасибо да действительно стимы наверное полтора месяца назад анонсировали новый тариф который называется стандарт отобрали там лучших водителей и с таким повышенными требованиями и на авто и для автомобиля и для аварии для водителя он чуть-чуть дороже 500 грамм стоят 4 километра снизу да это было сделано в первую очередь и уже начиная с этой недели мы начинаем похожую процедуру для того тарифа который создает старт он до этого назывался эконом это означает что водители которые ну займут разрушают платформу я могу привести пример я очень много покатался в городе вчера у нас и вина статистика есть водители которые берут заказ и просто не переезжают есть какие-то объективные проблемы например машина поцарапана там фары разбита и здесь к этому можно относиться с пониманием к водителям которые просто не приезжают а потом вынуждают что-то им позвонили они сказали бой я не хочу ехать клиента до отменить заказ чтобы узнают куда ехать это делается для того чтобы у нас системе не зарегистрировал что водитель отменил заказ они разрушают платформу людям это недопустимо и мы сейчас к сожалению очень жестко будем к этому относиться и таких водителей будем временно отключается от платформы и переобучать и случае если будет возникать повторно то будем отключать это на самом деле мы это дело в первую очередь для того чтобы те водители которые честно работают с платформой и не пытаются но мануть они бы зарабатывали больше это как кусок масла которая намазана на хлеб если я на зимы и нужно и дело в том что вот сейчас получается что вот этот кусочек масла он размазан на большом намного кусочка хлеба и эти серии поэтому манецкий разбирается даем тонкий поэтому мы то есть тем водителям которые будут ну которые не пытаются каждый момент времени обмануть все вокруг они начнут зарабатывать больше и мне кажется это такая система с положительно обратной связью то есть когда она сама себя улучшает отлично то есть у нас ереване уже несколько тарифов я так понимаю в ереване через три тарифа 4 даже и старт стандарт 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 это вот первоначальный тариф который сама массовая сейчас про него мы говорили что там будет существенное изменение в качестве стандарт стандарт это такой аналог комфорта потом бизнес имени вам отлично еще один звонок здравствуйте здравствуйте меня зовут Левон давайте свой вопрос хочу задать вот такой вопрос почему как бы заказы поступают в первую очередь к машинам которые брендированы под яндекс сначала заказывает поступают под машины которые брендированы ответ очевиден да я еще смогу я еще смогу объяснить то есть с точки зрения водителя из точки зрения пассажира дело в том что есть водители которые понесли даже некоторые расходы они мы представляем и материалами нужно самим открыть эту машину и это означает что некоторые водители лишились той выручки которые они могли бы получить например от другого рекламодателя повесив рекламу другой другой компании эти водители но мы чувствуем перед ними обязанность передоставить им немножко больше заказов это первое второе что конечно же людям важно когда к ним приезжает ну знаете как вы вот если магазине покупаете конфету вы всегда выбираете конфеты которые в упаковке чем те которые на развес то есть упаковка очень важно и людям это приятно и третье что я хочу сказать я хочу будет успокоить тех водителей которые не брендированы дело в том что это происходит только если две машины находятся очень рядом например но очень близко по� Help так что разница практически незаметно то есть например одна машина находится в 2 минута 2 34 минута если вы например находите двух минутах в небра дирамы апридите раны машина находится в пяти минутах тупой и конечно же проект который не брать durable в ваша в первую очередь важно чтобы машина бежала максимально быстро ну и конце концов действительно очень важна упаковка и мне как например такое решение в дату потребителю тоже когда я спускаюсь и вижу яндекс такси мне сказать конечно но при этом я хочу сказать что это бывает то есть это в первую очередь нам важно время подачи поэтому я так понимаю родители нам пытают сейчас дозвониться дорогие водителя будет встреча да я так понимаю да мы люди в том что со всеми водителям все эти сложно мы нашу наше представительство в армении выбрала водитель который долго работают с платформой имеет высокий рейтинг то есть мы оказалось нам показалось что это водители которые которым важно как работает платформа потому что они действительности они готовы приносить какие-то конструктивные для них это важно это не просто тега тариф до стандарт мы ввели этот тариф по просьбе водителей работают и хорошо мне интересует другой вопрос обычный водитель который не очень хорошо работает пока но у него есть вопросы какие-то как он общественно частным контакте во первых у нас есть у нас есть офис можно напомнить адрес 20 я думаю что все знают можно приехать практически в любое время вопрос и вы находитесь в москве вам могут они написать письмо там или это как как происходит вообще рабочий вариант на самом деле приехать в этот офис задать вопрос нам всегда люди которые компетен во многом возможно существенно более компетент чем я и насущные такие проблемы решат решать на месте и лучшим решил бы я я не разбираются в данном конкретном месте лучше при этом хочу сказать что мне каждый день десятки водителей пишут в мой аккаунт в фейсбуке в контакте я к сожалению я хочу сказать что все что вы мне пишите все читаю у меня не всегда достаточно время чтобы ответить потому что чтоб ответить нужно содержать но всегда я читаю и пересылаю соответствующему сотруднику и разобрались эта проблема то есть на эту проблему всегда обращаю внимание если это просто но риторический вопрос который не требует ответа то в общем зависит от вопроса но хочу вывести вас что даже если я кому-то не ответил то это это было прочитано я пересыл пересыл отлично в самом начале нашей сегодняшней встречи вы сказали что в армении вы открыли школу программирования для детей что это такое зачем яндекс такси школа программирования где эти школы работают историю чем простая учился я учился в армении до 15 лет жил в армении учился в колледже именно она не широкации так и моя ну с 11 лет занимаюсь программированием программировал в колледже тогда не программирование это вся моя жизнь моя первая программа была написана на программированный калькуляторе mk54 я думаю что мало кто знает многое да но можно познать многие даже не поймут что это можно было написать программу да вот решалась есть задача восьми ферзей расстановки восьми ферзей на доске чтобы они друг другу не били не мешали на 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 коль на этом калькуляторе это вот и первая задачка которая пытался запрограммировать и яндекс это компания разработчиков компании программистов нам это очень важно яндекс есть академия программирования которая обучает в разных городах детей и студентов науки больших данных машинному обучению и мы решили в армении начать с обучения программирования языка питон сейчас это наверно один самых популярных в мире языков программирования после c++ и дело в том что в отличие от c++ по питону меньше существенно хороших учебников мы перевели учебник на армянский язык и это по сути наверно первый учебник по языку программирования питон на армянском языке для школьников и в надзоре и в 2017 году в январе была открыта школы в надзоре 28 детей поступила и вот буквально в январе выпустилась первый выпуск был 26 выпустилась и в октябре открылась к южкова в гемри там поступил по 27 чаги если не ошибаюсь детей ну и да мы какое будущее этих ребят вот выпустились они вы знаете программирование наверное вот если когда-то было понятно что без математики никуда сейчас скорее но без математики есть какие-то фундаментальные науки которые в целом помогают в жизни я думаю что программирование присоединилась вот к плеяде фундаментальных науками ну таких основополагающих наверное правильно был сказать что программирует больше ремесло но и сложно провести границу но что-то фундаментальное что требуется знать понимать как это устроено в жизни все-таки это вокруг нас и будущее за искусственным интеллектом за роботами которые нам будут помогать жить и хорошо бы знать понимать почему он именно как старик азимов сейчас бы сказал он был бы рад так молодой что большой конкурс устал утра 150 детей претендовала 50 и поступил они сдавали экзамены 8 выпустилась 26 это бесплатное обучение полностью бесплатное обучение у нас приезжают и преподаватели из москвы преподаватели в армении проходят специально дополнительно курсы и взаимодействуют со всей школой надежда есть что кто-то из этих ребят будет работать в головном офисе я или будет работать для яндекса здесь или может быть сразу вы направляете посылать на пророку я уверен что все эти дети найдут применение в разных лучших компаний мира конечно же если в нужное время в голову положить нужно знание то это существенно помогает я думаю да конечно возможно часть из них окажется когда-нибудь яндекс или других лучших компаниях мира отлично кстати обучение на армянском и научить на армянском языке до нормы учебник перевели на армянский язык то есть ты не сможешь ты так и останешься на уровне паскале бэйсика мы можем самоучитель сначала самоучитель изучения армянского потом перейдешь на питон так сделка века который говорили много долго и так далее яндекс и uber как вам удалось убедить американский гигант что вы им пообещали ли они обещали я вернусь к началу нашего разговора дорогу математику но как-то физики занялись такси и это будет ответа на этот вопрос и в том что вообще как откуда родилось вот это чудо уберизация эти компании или миллиарды капитализации индекс почему-то получил что эти компании выросли и в том что оказалось что на вот в такси очень важно алгоритмы распределения заказов почему потому что если взять водителя который вы например писать и вот водитель стоит на вокзале и когда вы подходите к нему он вам говорит какую-то цену например на 3000 драм вам кажется она несправедливый потому что вы знаете что можно завтра же выехать за 500 за 1000 но на самом деле она справедливо потому что возможно водитель чтобы вас дождаться ему пришлось час стоять в очереди либо просто ждать пока приедет поезд самолет и вас довести и водителю надо в любом случае платить арену за квартиру но покупать своей семье продукты у него есть фиксированные расходы то есть по сути он родитель был недоумен да он прав это цена справедливо поэтому надо понимать что каждый раз когда вы садитесь в любое такси вы платите не только за то время за те километра вы проехали выбираете за все то время который водитель вас искал в городе ну то есть он просто катался по городу в поисках и зато все время например который он ехал к вам то есть вы вызвали и он вот там три минутками по сути люди в итоге за это платят потому что водителю надо компенсировать и это это расход и оказалось что с помощью математики с помощью алгоритмов можно существенно улучшить уменьшить долю вот этого времени потерянного времени ненужного ожидания да то есть это не только про распределение заказа на ближайшего водителя с учетом пробок это наверное самый первый самый простой был шаг в том что мы решаем математическую задачу на графе это как бы город же не просто плоскость какая-то кружочек это это дороги они математически называется граф и мы решаем вот такую сложную задачу распределение большого количества заказов между большим количеством водителем где нужно учесть одновременно и интересы пользователей и множество машина быстро приехала интересы каждого водителя он же не может как бы взять здесь все в среднем хорошо заработали вам плохо но при этом мы оптимизируем вот эту среднюю среднюю утилизацию ну что максимальный водитель был загружен и оказалось что например вот если взять какой-нибудь европейский город где нету не убора не яндекс акси никаких других наших коллег водитель эффективно возит клиентов всего лишь 10 процентов времени 90 процентов времени он либо стоит либо куда-то едет в общем что-то делать не то если посмотреть на наши платформы на ну они по-разному устроена но например в час пик степень утилизации достигает 80 85 процентов то есть 8 процентов времени водитель везет пассажира за собой то есть он зарабатывает деньги это существенно влияет на позволяет не себе стоимость соответственно и цену делать много таких эффектов и на самом деле наверно 8 процентов нашей работы это математика это алгоритмы это физическое моделирование где мы моделируем систему пытаемся понять как что себя может вести множество большого водителя пассажиров как какие физические явления поэтому здесь очень важно да и отвечая на вопрос про обе компания которые в мире имеют достаточно к из людей с таким математическим аппаратом инженеров кандидатов науку их очень мало на самом деле и одна из таких компаний яндекс и убер столкнулся с тем что на российском рынке на рынке снг того с компании на который пришлось конкурировать как бы на равных и из рынка где просто таких компаний не существует их очень много в европе очень мало компаний которые разработчики настолько наукоемки и здесь вот в жесткой конкуренции был принят решение объединить компании стало понятно что стало понятно что вместе варь сделать больше два титана в не уступят друг друга вот и как бы здесь еще раз хочу повторить что всем причина математика наука программирования вот они что-то там другое они что-то там так что я что касается так что жива детей до физики отлично ну что же я думаю что все мы сегодня должны понимать что образование это самое главное все можно слушать дети и в поэтому учитесь если у нас что-то их родители лишки если у тебя замена родители да да потому что богатство можно потерять можно потерять я думаю что слушают наши водители такси давайте выводим нога вошли школы это самое-самое важно ну я даже не знаю водители такси могут позволить себя отдавать детей в лучшую жизнь здесь тем более бесплатно в армении очень хорошая школа конечно же лучше школы платные но лучше может быть на не надо быть самой в целом должно быть образование это вопрос не и нет не только школ это просто отношение в семье мне кажется как к этому ну давайте последний завод сюда алло да здравствуйте сделайте потише звук радиоприемника и тогда мы вас можем нормально а хорошо я вот услышал про то что заказы поступают в первую очередь гарантированные яндекс такси а вот как почему неровные условия работы от этого очень много неровных неравных условий работы как вы будете это компенсировать как или можно будет это компенсировать или нет это тоже вопрос но я немножко дополню и хочу успокоить водителей и в том что сейчас в ереване приблизительно из нескольких тысяч машин подключены платформы всего лишь 50 или 50 50 50 50 60 машин это на самом деле да то есть не такая существенная проблема вот представьте себе 50 60 машин тыс я так понимаю что все таксисты яндекс такси слушать радио возможно это радует как-то я и всем привет как только я включаю наш волшебный цифровой гаджет сразу назван ладно не будем больше мучить наших гостей спасибо тиграну худовердянам ушелся океанова на тигра худовердян генеральный директор компании яндекс такси на мушехса океан директор по международному развитию яндекс такси желаем вам успехов вот чтобы на планете марс тоже в свое время был я через некоторое время да через определенные уже нужно думать о том чтобы покорять вселенную с планетой земля по ходу вы разберетесь в середине 21 столетия все будет на родителям яндекс такси желаю хороших пассажиров всем пассажиров приветливых водителей отлично и последний вопрос когда в гереване мы увидим теслы яндекс такси увидим ли или нет я надеюсь что уже речь будет не про тесла а про самодвиживающие беспилотные автомобили тесла это уже старье это уже двадцатый что воспринимаете продали беспилотный автомобиль основная марс основная разработка и мы уже у нас уже машина едет уже у нас несколько машин но все что мы привезем вереван беспилотный автомобиль но что успехов удачи во всех ваших начинаниях следующий раз когда встретитесь с путиным передавайте привет от академика макарчана единственно человека в нашем эфире который голосует за путина уже на протяжении многих лет но комментарии излишне конечно да ну что уходим на песню спасибо нашим гостям ребята из группы николбек и будут ереване обязательно закажут тебе яндекс такси я в этом тоже доброе доброе утро